Дай почитать. Посвященные трудностям русского языка. Почему? Она на практике проверила, что стихи потешки, песенки, считалочки, колыбельные, то есть зарифмованные строчки помогают детям лучше освоиться в родной речи. Именно так любая сложность легко запоминается и надолго остается в памяти. Книга Марии Чепеницкой «Нормы и правила русского языка. Рифмуем. Креативный способ изучать родную речь. Второе издание. Обновленное и дополненное. Издательство Бомбора». Автор утверждает, что рифма лучший способ справиться с трудностями русского языка. И это должно помочь правильно расставлять вдарение, разобраться с грамматикой русского языка, пополнить словарный запас, а еще грамотно и творчески выражать свои мысли. В книге 10 глав. Первая про ударение. Пятая про правильные формы множественного числа. Седьмая про род существительных. Десятая про исключения. Мария Чепеницкая – оптимист по жизни. Ее девиз в любой непонятной ситуации – рифмуем. Она – учитель с 15-летним стажем. Убеждена, если впустить в жизнь рифму, изучение русского языка пройдет, если не легче, то гораздо веселее. Давайте мы попробуем в этом убедиться. Она меня уже достала. Все пишет. Нервы не щадит. Я умолял, чтоб не писала. Звонит. Или на «но» легко меняется. Зато не разделяется. То самое послышится, зато раздельно пишется. Есть ряд слов, которые не все понимают. Например, лагорея, мандегрин, сплин, фрустрация. На помощь опять приходит рифма. С отклонением вариант в поведении – девиант. Выше нормы или ниже – девиант мы слово слышим. А как иногда бывает трудно определиться со множественным числом? Ну и тут Мария Чепеницкая спешит на помощь. Что ты, ежик, нос насупил? Да, в деревьях много дупил. А как запомнить исяк, оглох, азя, потверк, погас, просох, распух только при помощи рифмы? Вот такая веселая и забавная книга о серьезном правильном употреблении русского языка. 12+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенское 65, Ленина 103А, Луганское 53 и Волково 6А. До новых встреч! Дай почитать!